У американцев есть зелёные береты, у Индии Маркос, у Британии САС, а у нас есть они. Отдельный отряд спецназначения АЗОВ. В 2014-м они героически освобождали Мариуполь, прошли чудовищные бои за Иловайск и выбили врага из Широкина. С первых дней оккупации Донбасса они взяли оружие и пошли защищать Украину. Именно за это на полказов обрушилась мощь российской пропаганды. Мы видим, как наследники Великой Советской Победы отстаивают своё право на память, своё право на самоопределение, своё право на существование против нацистских полчищ. Легенды про нацистов отчасти связаны с эмблемой подразделения. Её постоянно хотят привязать к фашистской символике. Но бойцы АЗОВа неоднократно объясняли. Это две латинские буквы «И» и «Н» наложены одна на другую и означают «Идея нации». Мы себя считаем правоприемниками прибы АУН и УПА. У них был девиз «Свобода народа, свобода человека». Они боролись и против оккупантов из Третьего рейха, и против оккупантов из Советского Союза. А вот что касается российской символики «З», как говорится, есть вопросы. Не заметить, что это половина нацистской свастики просто невозможна. Да и методы войны против гражданских – это прямая отсылка к Третьему рейху. Но традицию Кремля на белое говорит чёрное, видимо, уже не изменить. Митлеровцы и неонацисты выставляют тяжёлые вооружения, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов. По сути, они действуют так же, как и террористы во всём мире. Видимо, Путин имел в виду именно свои войска. Ведь он детально описывает тактику именно российских военных. «Тут, наверное, сложно найти даже в Мариуполе, если эти бомбоубежища, подвалы остались ещё целыми невредимыми, в которых не сидят люди. Вы понимаете, противник даже на это не обрешает, потому что на эти подвалы бомбоубежища забрасывают гранатами, работает туда дальше артиллерия, ему без разницы. Сидят там военные, либо же мирные граждане, которые без оружия. Он с этим не считается». «Они не считаются даже со здравым смыслом. В погоне за картинкой, за лишним роликом в поддержку своей пропаганды мирные города буквально равняют землёй». Вражеская пропаганда перешла все рамки цинизма. И после того, как войска РФ уничтожают целые кварталы Мариуполя, заезжают пропагандисты с камерами и раздают шоколадки и бутерброды голодным людям и снимают, какие они освободители. «Хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически». Но кто на самом деле ведёт себя героически? Адекватные люди видят даже в России. И сказками про нацизм в Украине их уже не убедить. «Вот как Азов выводит детей из-под обстрела. Встают кольцом, в середине дети и выходят, подставляя себя. И это нацисты. Они работают, как я понимаю, ещё и спасателями практическими, потому что МЧС перебито». Они воевали под Иловайском, отбивали Широкина и освобождали Мариуполь. Когда Россия официально заявила, что пойдёт завоёвывать Мариуполь, бойцы Азова вернулись на старые позиции, выбить с которых их не могут до сегодня. «Если вражеская авиация сбросила на какой-нибудь город бомбы, то умножьте это на сто. Количество выпущенных баллистических ракет умножьте на десять. Добавьте сюда сухопутную и корабельную артиллерию, и вы получите обычный день защитника Мариуполя». А вот и обычный день пропагандиста. Найти какую-то бабушку, выучить с ней текст и влить эту бурду в уши россиян. «Когда трупы не убирают, они просто валяются, они не дают нам их убирать. Кто подскочил, вот так по одеяло замотали, выкопали вот такую ямку, зарыли, всё. «Уже во дворе». «Это всё валяется, валяется сутками. Нацки, нацки, Азов и все остальные. Россиян там нет. Это наши творят такое». Тут, правда, даже перестарались о том, что россияне там есть и героически освобождают жителей Мариуполя. Говорят, даже в военных сводках РФ. А теперь главный вопрос. Кто же на самом деле нацист? Тот, кто прикрывает собой детей? Или тот, кто сбрасывает бомбы на новорожденных? Тот, кто забрасывает гранатами подвалы? Или тот, кто под обстрелами эвакуирует оттуда людей? Обвинять Азов в чрезмерной любви к родине, подменять это понятие и называть это нацизмом можно сколько угодно. Но именно эта любовь и эти убеждения позволяют им держаться в блокадном Мариуполе. И не просто держаться, а каждый день уничтожать вражескую технику и непридуманных нацистов России.